Доброе утро, мои хорошие! Мои друзья! Мы дома приехали с дачи. Вот всё, что повытаскивали. Нашла я, кстати, сыр замороженный. Кстати, он классно замораживается. Он потом мягенький такой становится. Мне нравится. Тут творожок я выдала. Я, наверное, себе не буду Диме давать. Потому что давно он уже лежит. Облепишка. Вот. Этот абрикос. В общем, прошлогодняя. Вишенка прошлогодняя. Здесь, не знаю, не помню, что это такое здесь. У меня много, я помню, чаи даже такие замораживала. Надо их подъедать потихоньку. Димочка у меня уже позавтракала. Я кофе поела. Так, здесь у меня сырки я вытащила. Вот для мужа, наверное. Не буду я их... Раньше я их в суп клала. Не буду клать, потому что они... Мне кажется, состав не очень. Не знаю, куда они будут. Так, здесь у меня маленькая рыбка для Димочки. Дима сказал, что будет есть уху. Это у меня листья шиповника сушатся. В небольшой какой-то момент я, видимо, опять сейчас начну скоро заниматься травоведеньем. Травами. Мне очень это сильно нравится. И, наверное, по моим роликам вы заметили, что я нахожу разные травы. Я помню их названия. Хотя, конечно, я близнец. И у меня память, конечно, не очень хорошая. Я читала немножечко об этом. Я думала, это я какая-то не такая. Оказывается, у многих таких близнецов... Ну, может быть, у некоторых, не знаю, есть такое. Потому что сегодня я помню, завтра я могу забыть напрочь. И мне это, в принципе, очень-очень, кстати, нравится. Так, тут малинка. Сейчас иди мне попозже дам. Так, тут его лекарства. Кстати, мишки очень классные. Зря я не сделала на них обзор. Вон там мишку видно. Последний остался. Классная. На лекарства надо тоже начинать делать обзоры. Так, тут моя мацони. И тут сейчас я буду ставить водичку для ухи. И мы будем еще делать компот. Наверное, я буду в этой кастрюльке делать. Потому что она очень быстро кипятит. Ну, тут у нас, короче, тоже беспорядок. Мы только вчера приехали. Тут у нас, вон, тоже все беспорядок. Сумка, я даже не вытаскивала ничего. Все, это просто Димина одежда вся. Она просто пойдет в стирку. Да, ты уже баночку нашел, да, Дима? Нужно быстро все очень сейчас подготовить. Потому что через неделю уже... Тихо, Дима, тихо. Ну, сейчас она у тебя так разобьется, банка. Она же стеклянная. Вот, нужно все приготовить. Потому что через неделю приедет баба Лиля, Димина, бабушка. Это музыку. Сюда, да. Это музыку я дам. А мама пойдет по разным делам. У меня очень-очень много накопилось дел разных. Я буду здесь, скорее всего, первую неделю в городе. Ну, я так планирую. Вторую неделю к ним на дачу поеду, скорее всего. Ну, все, это я буду снимать, конечно же. Это немножко с большим опозданием выйдет. Здесь куча всяка. Да. Давай покажем. Тут я уже косметичку свою достала. Там вон, вчера мы постирали старую эту вот простынку. Она оставалась. Вот, простынка, она была грязная. Вы помните ее. Я 30 минут просто без всего, без порошка сейчас стала делать. Просто 30 минут она там стирается. Набирается какое-то порошок, какая-то пенка появляется. Ну, как бы и ладно. Вот, здесь чистое белье Димина нужно будет снять. Папа так и не снял. Смотрите, наша авокадо. Не помню, снимала ее до этого, но, блин, она так выросла. Смотрите, какие у нее огромные листья. Я уезжала, у нее листочки были вот даже вот меньше вот этого. Они были миллиметра 2-3, наверное, в длину. Смотрите, какие они стали. Офигеть, вот эта вот она растет. Я еще, кстати, когда ее сажала, узнала, что нужно сажать в маленький горшок. Как раз у меня был маленький горшочек. Надо ей еще земельки подложить чуть-чуть. Вот, чтобы она... А, потому что она, да, там в рост идет очень хорошо. Тут, кстати, у декабриста, смотрите, появился. Он был вот маленький прям. У него, кстати, уже такая закостенелая ножка. Мне прям тут очень нравятся мои дебри. Муж здесь поливал. Муж здесь поливал. Да, тут уже вся вода исчезла. О, теплая. Все, вот это сейчас тоже будем убирать чистую одежду. Да, теплая. Теплая? Ну, да. Вот, здесь вот тоже у нас мешок. А, ты уже перенес отсюда? Вот давай теперь оттуда переноси, дим. Оттуда вы собирай чистую одежду, неси на стол. Как ты быстро перенес. А здесь вот моя грязная одежда. Я сейчас сначала буду, наверное, свое стирать, а потом Димина, чтобы оставилось оно чисто. Так, здесь, смотрите, мы тоже все это надо разбирать. Мешок. Здесь как раз вот чем мы с Димочкой занимались на даче. Правда, мало занимались. Зря многое притащила. Вроде не так много. Так. Здесь, кстати, лазмак мой. У меня даже... Лазмак мой, пожалуйста. У меня даже не получилось, кстати, его сложить так, как было изначально. Мужчина показывал, приносил. У него, кстати, будет отдельный обзор. Часть обзора я сняла, а часть я так и не досняла. Так торопилась отдохнуть на нем, что так и забыла. Тут шорт, тут, короче, все такое. Тут два мешка. Вот, вот эти еще надо. Все забывая мужу сказать, что их нужно перенести в коридор. Они тяжеленные. Давай, ты нюхаешь, что ли, заодно? Вот, короче, все. Вот так вот стирки сейчас будет. Короче, навалываем все. Убираемся, 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 убираемся. Короче, так вот. С дачи приехали. Еще надо полы мыть. Тут потому что муж жил. Хоть он, кстати, и сказал, что он подмел. Но я вижу, тут все равно грязь, конечно, видна. Да, Димочка? И там тоже все набросано. Дима сразу пришел. Сразу нахулиганил. Надо все убираться. Короче, у меня есть где-то ровно одна неделя, чтобы убраться перед приездом свекрови. Причем там надо убираться прям конкретно. Дима, трусы упали. Грязные будут. Дима, засранец. Так, компотик, смотрите, у нас приготовился. Туда еще яблочки положила. Потом вспомнила. Закипела, я выключила. Короче, готовый эффект мультиварки. Все сложилось, залила, поставила на огонь. Не знаю, мне, короче, так проще. Я не люблю, когда там вода горячая, и туда в нее пытаешься положить. Все это разбрызгивает. В итоге обжигаешься. Вот прям вот это вообще терпеть не могу. Поэтому я делаю по-своему. Здесь мы решили, короче, рыбу с Димой не делать. Потому что я, когда делаю уху, я всегда переживаю за то, что кость попадет ребенку в рот, и он подавится. Я за это очень сильно переживаю. И особенно, когда она там в ухе плавает. Тем более у нас рыбка замороженная была. Когда она там разморозится, чтобы это все отделить там или что-то. Нескоро. Короче, мы решили сделать куриный супчик. А рыбку, наверное, запекем вечером на ужин. Вот, ее нужно будет скушать. Уже давно тоже лежит она. Тут у меня еще творожочек размораживается. Тут тепло. Так, тут у нас я нашла баклажаны. Кстати, вместе с вами морозили их. Жарили как-то раз вместе с вами. Они были, кстати, вкусные. Сегодня я хочу чуть-чуть добавить супчик. И, наверное, вечером я их запеку. Их тоже уже нужно доедать. Я хочу просто морозилку освободить немножечко. И потом я вам скажу, как они в супе получились. Развалились или нет. Вот помидорка, кстати, из супа. Она, кожура вот эта, очень сильно мешает замораживать помидорку. Не знаю. Либо без кожуры. Либо, мне кажется, проще из помидорки делать томатный соус. Или там томатную пасту, что ли, как это называется. И просто как-то там ее замораживать. Или проще даже купить, мне кажется. Потому что она разваливается. Это кожура. Ребенок все время кожуру это отделяет. И потом просто кушать не хочет уже. Ну, я ее тоже добавлю сегодня в супчик. Потом эту кожуру соберу. Либо кожуру отдельно отделять и замораживать. Но отделять тоже много не наделишь там. Вот. И тут я, кстати, достала. Не знаю, что это такое. Чего-то я, короче, достала. Ну, мне кажется, наверное, это прошлогоднее. Позапрошлого, наверное, года, скорее всего. Какая-нибудь там мята может быть. Я даже, блин, я уже даже не знаю. Замораживаешь вот так в пакетах. А потом думаешь часами. А что это такое? А запах, кстати, везде одинаковый. Не угадаешь больно. Вот. Короче, все. Вот я делаю. Сейчас я подожду, пока у меня курочка здесь проварится как следует с картошечкой. И, наверное, в последний момент я брошу сначала вот этот. А потом помидорку в самый-самый последний момент, чтобы она сильно не проваривалась. В надежде, что, может быть, кожура не сильно отделится. Или там, не знаю, короче, о чем я там думаю. Хлеб мы сегодня делать не будем, потому что у нас с дачи мы привезли хлебушек. Он мягенький, хороший. Честно говоря, мне просто лень, потому что надо мне убираться. Так, все, камера у меня садится. Сейчас поставлю заряжать, наконец-то. Так, смотрите, тут продаю, короче, я тамагуч. Такой вот тамагуч был. Наконец-то у него нашелся покупатель. На самом деле, это даже, оказывается, антиквариат. Так, что у меня плохо фокусироваться стало. Так, 97-го года, 8-го месяца августа. Корея. То есть даже антиквариат. Стрех-код есть. Такой он, кстати, смотрите, интересный. Мне играть в него, честно говоря, некогда. Вот, у меня есть свои любимые тамагучи. Вот, поэтому мы его, я его, вернее, продаю. Ну, в принципе, он абсолютно новый. Вон он. Не поцарапанный, ничего. Прям такой, кстати, тяжеленький. У него и тут, и тут кнопочки, и тут, и тут есть. Прям классно. Вот, у него инструкция, коробочка. Все, полностью. Отвертки еле нашла. Диски еще нашла сегодня. Вот, сейчас я его буду упаковывать. Мне уже деньги переслали. И в понедельник его заберет курьер. Минус одна вещь, наконец-то. Вот так вот. Сегодня чем я занимаюсь. И также параллельно, вот я ищу тут книги. В компьютере по травоведению. Что-то меня это прям конкретно завлекло. Хочу опять заново заниматься травками своими. Ну, у меня там кое-какие есть идейки интересные. Вот. Будем, короче, опять увлекаться, наверное. Дима у нас настолько голодный, что схватил вилку, пододвинул к себе блюдо. Да? И ест сидит. Не дождался. Не могу ему сейчас разогреть макарошку. Потому что у меня идет духовка он работает. Курочка запекается. Боюсь, что счетчик не выдержит. Я колючая. Оно острое, конечно. Оно, смотрю, взял вилку. Давай скорее ест. Ты вкусно не выдержал, сын. Если бы еще стоял и хлеб рядом, он бы сейчас его еще и хлеб туда намокал. Я ему вот тут уже мясо приготовила. Рыбку разделила. Да? Сына. Вкусно вилкой есть? Он прям ею так ест, как будто... Да, что-то они там топают. Больно громко. Вилкой прям так... Как будто всю жизнь ест вилкой. Так, смотрите, держит интересно. В три года. Диме три года уже. Вот-вот будет. Пока этот ролик выйдет, уже исполнится. Дай. Вкусно, Леча? С голоду скажешь, с голодухи все съешь. Вчера оно тебе не понравилось. Отказал съесть. Невкусно. Новое слово у него появилось. Невкусно. Невкусно. Да? А теперь стало вдруг вкусным? Да? Да, козявка? Ты выбирай, что ты там ешь. Они все подряд. Что ты там... Семена хочешь съесть, что ли? Семенки. Да? Ты хочешь баклажаны в пузики посадить? Баклажаны в пузики. Посадить. Давай. Так, вот моя курочка, смотрите. Запеклась. Пусть как запеклась. Поджарилась. Ммм, вкуснязчина. Два часа почти. Чуть меньше. Два часа. Да.